МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В литературе особое место занимают произведения Льва Толстого, Федора Достоевского, Александра Островского, Антона Чехова и многих других. В музыке на первый план выходят великие композиторы, а русская живопись высоко оценивается в мире благодаря своей подлинности и таланту мастеров. У нас в городе самые невероятные музеи. Они хранят историю нашей Родины, историю творческих, научных побед и достижений. Мы ценим наше наследие, ведь это труд множества людей, жителей нашей страны. В музее мы можем узнать, как выглядела жизнь раньше. Именно живая история прошлых времен помогает нам понять самих себя. И так мы получаем новые знания. Как же великолепна русская живопись! Начиная от величайших иконописцев Андрея Рублева и Дионисия, и вплоть до наших дней русский мир рождает гениев и таланты. Айвазовский, Серов, Врубель, Шишкин, Суриков, Пуинджи, Малевич, Дейнека. Работы этих и многих других авторов не раз побывали на выставках в самых прославленных музеях мира. Тут нам, безусловно, есть чем гордиться. В 42-м году, 9 августа, в блокадном Ленинграде прозвучала седьмая симфония Дмитрия Шостаковича. Впоследствии эта мелодия стала символом борьбы с фашизмом. На жестокость войны, попытки пробудить в человеке все варварское и разрушительное, Дмитрий Шостакович ответил искусством. Он думал о величине народа, героизме и самом прекрасном, что есть в человеке. Мы должны помнить о подвигах наших предков, о том, какой ценой они победили. С чего начинается Родина?